Не поверите, с кем был на матче принц Уильям и с кем ругался во Франции. Завернутая в простыню Меган Маркл, ее нашли на шикарном курорте. И что с ногами принца Гарри, все расскажу. Он пригласил меня на свидание после слухов о разводе. Королева Ранния, она заговорила. Супер интересный выпуск, пожалуйста, смотрите до конца. Уважаемые зрители, никогда такого не было, но я хочу начать с анонса. Дело в том, что в понедельник или во вторник я покажу вам ролик, посвященный Джимми Севиллу. Один из самых жестоких людей, родившихся в Великобритании. Про него вышел фильм. И целую неделю абсолютно все СМИ и телевидение рассказывали о связи короля Чайза Третьего и Джимми Севилла. Что они рассказали, что за фильм «Расплата», кто он такой, этот педофил-носинник Джимми Севилл, буду вам рассказывать. Уважаемые зрители, не пропустите. Понедельник, вторник обязательно смотрите. Будет крайне горячо и интересно. Ну, как сказать, уважаемые зрители. Их обнаружили на шикарном курорте для миллиардеров на Карибах. Сейчас буду вам рассказывать все-все-все подробности. Но посмотрите, как это все выглядело для начала. Я хочу сразу, забегая вперед, рассказать вам, за что их критикуют. Неужели эти двое не могут провести романтический отпуск вместе? Конечно, могут. Но где их дети? Сначала они были в Германии, Invictus Games. Это довольно-таки долго все было. Потом они отправились на небольшой отдых с принцессой Евгенией в Португалию. Помните этот момент? И теперь, после саммита в Нью-Йорке, всех этих встреч, они оказались вдруг на Карибах. И, естественно, большинство СМИ подозревают, что детей с ними нет. То есть, горе-родители сасекские. Где же ваши дети? Неужели так долго вы можете быть с ними разлучены? Чья это идея? Вот это все обсуждают многочисленные эксперты. И думаю, что завтра, в понедельник-вторник, в СМИ появится огромное количество разгромных статей на эту тему. Их будет так много, что Меган, скорее всего, придется расщедриться и показать, были ли с ней дети. Ну, а теперь то, что произошло на этом Карибском острове. Остров Крошечный называется Кануан. И Гарри и Меган сфотографировали на улицах этого маленького острова. Всего 3 мили он размером. Он находится очень близко от самого таинственного и любимого Кэтрин и ее семьей острова Мюстик. Я вам часто об этом рассказывала. И вот они решили именно там отдохнуть. Дейли Мэйл пишет, что это остров для миллиардеров, чтобы спрятаться от миллионеров. Вот такую фразу использовала газета. Их сфотографировали, когда они выходили из магазина деликатесов. Вот как это все выглядело. Конечно, никаких особо подробностей нет. Но я думаю, что вскоре они появятся. И если вот так посмотреть на всю эту ситуацию, то эти двое реально делают пару мероприятий в год, а потом уже смело-смело отдыхают. Это сколько же они денег заработали на Инвиктус? Сколько им заплатили спонсоры, что они могут так расслабиться? Как считаете? Не хочу их сильно критиковать. Давайте эту возможность я предоставлю сегодня вам. Пишите все, что вы думаете, уважаемые зрители. Но, что с ногами принца Гарри? Дело в том, что эти фотографии, ну вы видите все как есть. Их немного, которые появились в сети. Все смеются, что у него тоненькие ножки, и он этим заразился у Меган Маркл. Я не могла вам этого не рассказать, потому что эта тема не покидает Сасекских. Про ноги я имею в виду. Возможно, они намекают, что принц Гарри совсем забросил спортзал и выглядит крайне неспортивно. Ну а британские СМИ вот в открытую говорят, что принц не выглядел шикарно, выглядел довольно-таки неряшливо. И хвалят Меган Маркл за ее такой отпускной, расслабленный и шикарный в то же время стиль. О, эта шляпка! Господи, неужели она у нее сохранилась? Именно эту шляпку мы видели на Меган Маркл, когда она с ним там купалась, кувыркалась с принцем Гарри. Помните, один из первых отпусков? Именно ей, этой шляпкой, она прятала свое лицо. И еще, уважаемые зрители, это платье, сарафан по-другому не назвать. Цвет вы сами видите. Он такой интересный, очень-очень макси. Бренд Клаэ. Кстати, она меняет эти бренды как перчатки. Никаких похожих договоренностей у нее ни с кем нет. И сумка, такой большой шоппер, также известного бренда. Ее с этим шоппером видели множество раз. Как вам ее образ? Как они вам вместе? Говорят, они были очень веселыми, не обращали внимания на камеры. И все у них хорошо. Еще я забыла вам рассказать о том, что на этом острове Кануан есть отель у ее друга, которого зовут Маркус Андерсон. Помните эту личность? Говорят, именно он предоставил комнату в отеле в самом начале знакомства принцу Гарри и Меган Маркл по знакомству. То есть он виновник всего того, что происходит сейчас в мире, этот Маркус Андерсон. Номер в отеле стоит, на мой взгляд, не очень дорого. Где-то там больше тысячи долларов. Может быть, все подробности вы увидите на экране. Насчет этого магазина деликатесов, яхт-клуба и всего остального. Хочу сказать лично от себя, что продукты там продаются из Франции. Деликатесы, как вы понимаете, и там есть и мясные деликатесы. И газеты подкалывают Меган, вопрошают. Меган, неужели ты кушаешь, кушаешь мясо, питаешься сплошными деликатесами? Ведь ты вегетарианка. Или уже передумала и принц Гарри тебя перевоспитал. Ну а теперь мы переносимся во Францию, город Марсель, 5 часов вечера. И велодром, так называется стадион, где проходил матч между Уэльсом и Аргентиной. Я хочу, забегая вперед, вам сразу-сразу сообщить, вдруг я забуду, что Уэльс проиграл 27-17 или 18, что-то вроде этого. И принц Уэльский, который посетил этот матч не один, вызвал ажиотаж. Он был, не поверите, с принцем Джорджем. Джордж красавчик, вот как он выглядел. Обязательно пишите, как вам эти двое. Мне кажется, они немножко-немножко волновались, особенно папочка. Что же касается того, что написал Нью-Йорк пост. Они написали о том, что все-все-все заметили и фотографы сфотографировали тот момент, когда принц Уэльям ругал своего сына. Я лично ничего подобного не заметила. Похоже, он ему что-то там объяснял. Но Нью-Йорк пост уверен, что они там переругивались. И принца Джорджа стоило поругать. От себя хочу добавить, что если вдруг получилось так, что вы не смотрели выпуск на канале Амор и Ройл, который вышел в субботу вечером, то я там рассказывала как раз-таки про жалобы принца Джорджа матери. Обязательно смотрите. Ссылку вы найдете в инфобоксе. Ну, как всегда, синие костюмы очень элегантные, шикарные, можно сказать, улыбчивые. Но Джордж волновался. И еще раз волновался. А когда они уже сидели на стадионе, несмотря на то, что происходило вокруг, мне кажется, он немножко думал о своем. Я про принца Джорджа. Или очень распереживался. Помните, принцесса Уэйска Кэтрин рассказывала, что он обожает регби. Французы написали о том, что отец и сын прекрасно взаимодействовали. Я с ними, в принципе, согласна. Говорят, что Уильям организовал для своего сына встречу. Они отправились в раздевалку, мол, специально для сына. Но ничего подобного. Постоянно и принцесса Уэйска, да и все остальные члены королевских семей посещают раздевалки, разговаривают с игроками, с тренерами, что пошло не так или наоборот поздравляют. Так что Джордж стоял грустный в раздевалке и слушал разговоры взрослых. И как это было, скорее всего, вы видите на экране. Как вам эта поездка, пишите. Позже расскажу про поездку принцессы Уэйска, которая появится сегодня, в воскресенье, там же, в Марселе и будет играть команда Англии против команды Фиджи. Ну а теперь давайте здороваться, уважаемые зрители. Давненько мы с вами не виделись. Надеюсь, вы смотрели выпуск на канале Амор и Роял. Ссылку найдете в инфобоксе. Хочу поблагодарить всех вас, всех тех, кто поддержал мою просьбу и написал, приходят уведомления или нет. Привет! Огромное-огромное вам спасибо за поддержку, за понимание, за то, что смотрите. Я же хотела попросить всех тех, кто еще остается в тени, выходить из нее, радоваться жизни, развлекаться. Потому что у нас, ну, это даже не новости, а какой-то вот прям увлекательный сериал, развлекательный сюжет у нас с вами постоянно. И, если честно, скучно у нас не бывает. Ведь правда, уважаемые зрители, я вас хорошо развлекаю или нет? Обязательно пишите. Теперь я хочу попросить вас заглядывать в наши социальные сети. И давайте перейду к следующей и очень серьезной новости, которая пришла из Иордании. Помните, я вам рассказывала о проблемах королевы ранней? И вот 13 октября она появилась и нарушила молчание. Что же она написала? Сейчас я вам зачитаю ее фразу. Но, уважаемые зрители, забегая вперед, хочу сказать, что она не оказалась предателем. Для тех, кто вдруг, ну, получилось так, не смотрел наше видео, посвященное королеве ранней, оно выходило на канале Amore Royal, такой небольшой очерк о том, что происходит в Иордании. Так вот, уважаемые зрители, у ранней палестинское происхождение. Она родилась в Кувейте, но палестинка из семьи палестинцев. И теперь она оказалась в очень сложном положении, потому что Иордания подчиняется всему тому, что приказывает США. Было напряжение, возле дворца собирались люди, требовали какой-то реакции, какого-то ответа в социальных сетях, в газетах. Сами американские СМИ кричали направо и налево, что она в обязательном порядке должна высказаться и дать свою оценку всему происходящему. И вот она появилась в своем собственном аккаунте в нельзя грамм и высказалась запрещенная у нас социальная сеть. И вот как звучит эта фраза. Если вы страна-оккупант, то это не самооборона. Далее хочу сказать, что она перепостила множество фотографий о том, что именно сейчас происходит в секторе газа. И еще я хочу подчеркнуть, что она, как рассказали уже остальные аккаунты, помогает и оказывает гуманитарную помощь жителям газы. Вот то, что известно на данный момент, на воскресенье. Посмотрим, что будет дальше. Я уверена, что на такой посыл будет жесткая реакция и ответ. Следующая тема одна из самых обсуждаемых во всем мире. Теперь мы будем с вами очень часто говорить о таких темах. Тоже с вами будем это обсуждать. Но именно эта тема, так получилось, связана с книжкой принца Гарри «Запасной» и практически напрямую. Дело в том, что бывшая супруга Уилла Смита, Джада, написала мемуары. И они выйдут 17 октября. Вы знаете, я прочитала все, что она рассказывает в интервью и огромную шумиху вокруг ее книги. Такой сейчас у нее промо-тур. И не поверите, такое впечатление. И вы сейчас все сами увидите и на экране, и я вам расскажу, что эту книгу писал принц Гарри. И вот этот его лауреат. Сейчас все подробности. Одна из самых скандальных тем – это Уилл Смит, Крис Рок и жизнь Джады Пинкетт Смит. Она не только рассказала о браке, который закончился около 6 или 7 лет назад. Она была настолько откровенна, что рассказывала о самоубийстве, о том, что у нее были суицидальные мысли на протяжении всей жизни. Она рассказала, не поверите, о Аяуяске, которую я люблю для вас назвать Аяхуяской. Запрещенные вещества ничего не рекламируем. Джада Пинкетт Смит взорвала все интернет-пространство. Она рассказала про то, что Крис Рок, услышав много лет назад, что у нее проблемы в браке, решил ей позвонить и пригласить ее на свидание. Она была в шоке от его предложения. Потом он немного извинился, подчеркивает Джада. Как и принц Гарри, она постоянно на протяжении книги вспоминает своих бывших. И, как вы понимаете, их было немало. И, например, она рассказывает про связь с этим рэпером, которого убили, Тупак. Помните такого кумира молодежи? Теперь же я хочу сказать, что она даже провозгласила себя экстрасексом, уважаемые зрители. На первой секунде после окончания секса, я извиняюсь, 18+, у нас сегодня с вами ролик так же получился, прям как баклажан принца Уильяма вчера. Надеюсь, вы смотрели. Так вот, после окончания секса, на первой секунде Джада почувствовала, что беременна. А потом, через некоторое время, получила подтверждение. И так было с ее каждой беременностью. Ну а Уилл Смит не желал на ней на тот момент жениться, видимо. Заставлял ее там кувыркаться, переворачиваться, стоять на голове. И вот все-все-все эти подробности она рассказывает во многочисленных интервью. На протяжении своих мемуаров Джада рассказывает о некой борьбе с белым миром. Ничего не напоминает? То есть, постоянно вот эти отсылки о том, что она запасной себя чувствовала, о том, что они, белые, задвигали всех на второй план, о том, что ей было больно, ну и так далее. Не будем это все сейчас обсуждать с вами. У принца Гарри было то же самое. Он рассказывал о своей борьбе, о борьбе запасного, против королевской семьи, против своего брата, ну и всего остального, что я вам буду пересказывать. Очень много вот таких точек соприкосновения. И еще Джада, как и принц Гарри, рассказывает слезно о том, как она шла под венец и плакала. Принц Гарри рассказывал это несколько в другом ключе. Она не хотела замуж, а он был счастлив жениться на Меган Маркл. Короче говоря, очень и очень похоже. Джада Пинкетт Смит, ее книга выходит 17 октября. Она затмила уже всеми своими разговорами и Меган Маркл, и все вот эти королевские новости, и чуть ли не затмила то, что происходит в мире, уважаемые зрители. Настолько это все серьезно. И еще она говорит, что она была поражена, когда на премии «Оскар» сидела рядом со своим мужем Уиллом Смитом и услышала вот эту фразу от него. «Держи имя моей жены подальше от своих губ», сказал он тогда Крису Року. Помните вот этот удар и как его выгнали из академии, вот этот весь скандал? Джада говорит, что перед этим ее затошнило. То есть перед этим моментом, когда она увидела Криса Року, она поняла, что он будет шутить насчет ее аллопеции, ее болезни, и не промахнулась. А когда услышала, что бывший муж называет ее женой, то тоже была в шоке. Короче, Джада была постоянно в шоке. Надеюсь, я вас не запутала. Книга будет довольно-таки интересной, и все ждут с нетерпением ее выхода. И, кстати, запасной, а тут достойный, достойная, достойный. Короче говоря, вот достойная она Джада, чего-то там. Но самое интересное, это то, что она себя во всеуслышание перед всем миром провозгласила экстрасексом, человеком, который предчувствует будущее. Ну ничего себе! Представляете, сколько денег, и как это можно монетизировать, можно на этом заработать. Сколько людей легко в это поверят и отправятся на консультацию к Pinkett Smith. Следующая новость, не поверите, касается принца Гарри также. И меню, подписанное принцем Гарри, в 1993 году продается с аукциона. Мне показалось, эта новость интересная. На этом меню есть аббревиатура Елизаветы Второй, что ценно. Оценивается это меню в 7000 фунтов стерлингов, и продает какой-то там аукционный дом. Название не помню. Шеф-повар Елизаветы Второй решил избавиться от этого меню. Видимо, ему нужны денюжки. И это рождественское меню, пишут газеты. Вот так вот. Не поверите, но следующая новость также про Рождество. Дело в том, что если зайти на сайт Покингемского дворца, то вы увидите некую запись, которая касается глостерских. Но она приоткрывает планы принцессы Уэльской. Оказывается, 8 декабря они будут посещать концерт, который организовала на Рождество принцесса Уэльская. А это значит, что традиция продолжится. Вот так глостерские поучаствовали в жизни уэльских, сами не понимая. Влюбленная испанская принцесса, а также ее папа, король Филиппе. Этот момент очаровательный, зажигательный попал на видео. Дело в том, что в Испании проходил грандиозный парад, праздник, День нации, кого мы только там не увидели. И вот они втроем. Я про короля Филиппа, супругу королеву Летицу, которая выглядела прекрасно, как и все остальные, и их дочь, наследную принцессу Леонор, они участвовали во всех этих мероприятиях. А бурбоны во всей красе, как я люблю говорить. Вот в один из моментов, который попал на видео, король Филиппе смеется неожиданно и подмигивает, а также заинтересованно разглядывает этого молодого человека и королева Летиция. Они переговариваются. Довольно-таки одобрительно. Ну а Леонор вообще краснеет так, да и сам молодой человек, что всем и так без слов все понятно. Скорее всего, принцесса влюблена. Вот ее молодой человек, и он смущается, но король Филиппа, да-да, он его решил подколоть и показать, что он знает, кто он такой, и что он за ним следит. Эдакий, знаете, большой брат. Королева Летиция тоже что-то там сказала своей дочери. Мне кажется, одобрительно. И вот абсолютно все забыли про это грандиозное мероприятие, которое происходило в Испании, и все местные газеты обсуждают, что принцесса, наконец, нашла свою любовь. Хотя до этого я читала, что она множество раз находила свою любовь, и какие-то отношения ее связывали с неким футболистом. Но, тем не менее, теперь это вот такой вот молодой, интересный человек. А еще, вы же знаете, как люди любят вот эти все совпадения, магию какую-то там видят, что это все не просто так, это судьба, роковая судьба, ну и так далее. Любите вы, кстати, такие моменты или нет, обязательно пишите. Сейчас на дворе какой год? 2023. Ну и вот Леонор встретила своего жениха в 2023. А вот король Филиппе встретил свою Летицию, знаменитую на тот момент журналистку в 2003 году. Прошло целых 20 лет. Боже мой, какое совпадение. Это точно судьба. И не поженятся, и нарожают кучу детей красивейших. Следующая тема, не поверите, она касается Меган Маркл и Ким Кардашиан. Меган, которая была с открытыми плечами на саммите в Нью-Йорке, мы с вами это обсуждали, кому-то понравился ее костюм, кому-то нет. Но то, что Меган Маркл подворовывает все у Ким Кардашиан, не дает покоя британским СМИ. И в частности, Дели Мэл провел вот такое расследование, сравнение, и если честно, то очень и очень даже похоже. Как это выглядело, и сколько раз предварительно похожие наряды носила именно Ким Кардашиан, а потом уже за ней повторяла Меган Маркл, вот вы, скорее всего, увидите на экране. Я для вас тоже подготовила некое видео. Мне кажется, некоторые, ну, схожи, а некоторые нет. Фигуры у них абсолютно разные, как вы видите. Ничем не схожи. Но Ким, у нее свой неповторимый стиль, и это трудно отрицать. Казалось бы, это сплетни очередные, некие неудобные сравнения, которые просто хейтят Меган Маркл. Но не все так просто, уважаемые зрители. Не спешите делать выводы. Давайте начнем с конца. Помните появление ее мамы, Глории Регланд? Неожиданно на мероприятии, где главными звездами были кардашьянцы, как любит говорить Пирс Морган. Помните? Это было не совпадение. Еще Меган Маркл нанимала охранника, которого уволила Ким Кардашиан. Также она соблазнила ее стилиста по волосам. И вот таких моментов соприкосновений очень и очень много, подчеркивает газета. Я перепроверила, это так и оказалось. То есть Меган вот буквально, как большой брат, сегодня у меня это фишка этого ролика, следит за тем, что делает Ким Кардашин, и старается повторить. Ну, кто-то повторяет, а у кого-то свой неповторимый стиль. И это явно не Меган Маркл. Я так думаю, а как думаете, вы обязательно пишите. И как вам это сравнение? Мне кажется, вот некоторые наряды и образы прям один в один. Ну, а газеты написали о том, кто именно будет играть Пипу Миддлтон. Она также появится в сериале Корона, который стартует в ноябре. Об этом я вам уже успела рассказать на канале Amore Royal. Надеюсь, вы посмотрели, уважаемые зрители. Так вот, актрису зовут Матильда Бродбирдж, и ей 19 лет. Ну, на мой взгляд, совершенно не похоже. Что думаете, вы обязательно пишите. Но я думаю, что она справится со своей ролью. Особенно учитывая тот момент, что ранее нам всегда-всегда рассказывали, и этих статей сейчас много про то, что была большая конкуренция за принца Уильяма между сестрами. Помните? Уважаемые зрители, мы с вами переносимся в Нью-Йорк, и шведская королевская семья, мать и дочь королева Сильвия и принцесса Мадлен организуют 16-го числа там благотворительное мероприятие. Сейчас я вам зачитаю все подробности. Ну, посмотрите, как хороши такая красивая пара. Я, естественно, про Сильвию и Мадлен. Не перестаю хвалить Сильвию. У нее прекрасный стиль. Королева Сильвия и ее дочь принцесса Мадлен отправятся в Нью-Йорк, как я уже сказала. Гала-вечер Всемирного детского фонда пройдет 16 октября в понедельник. Я вам ранее как-то рассказывала о том, что принцесса Мадлен является вице-почетным председателем Всемирного фонда детства. И эта миссия этого фонда, основанного королевой Сильвией, вдохновляет продвигать, а также разрабатывать решения, направленные на прекращение сексуального насилия, эксплуатации и насилия в отношении детей. Уважаемые зрители, я вам обещала рассказать, как появится во Франции на матче Англия и Фиджи принцесса Уэльская Кэтрин. С кем она появится, как она будет выглядеть. Но, к сожалению, еще очень много времени до начала этой игры, поэтому показать и рассказать не могу. Давайте с вами условимся. Встретимся завтра. Я вам расскажу и покажу все, что произошло. Договорились? Если у вас есть возможность, уважаемые зрители, поддерживайте наши каналы. Мы работаем для вас. Карту Сбербанка вы видите перед собой на экране. И огромное спасибо нашим спонсорам за поддержку. Давайте прощаться. Вы смотрели канал Deutsche News. Не забывайте про Amore Royal. На наших каналах регулярно в октябре будут выходить выпуски. Будем с вами встречаться, общаться. Поэтому подписывайтесь, не теряйтесь. Еще заглядывайте в наши социальные сети. И хочу к вам обратиться вновь. Нам очень поможет, если вы поставите сердечко, напишите что-нибудь от сердца, от души в комментарии или поразмышляете о новостях, которые вы услышали сегодня в этом ролике, в этом выпуске. Мы с Кариной, как авторы, будем вам благодарны. Я же с вами прощаюсь и желаю вам самого прекрасного воскресенья. Пожалуйста, берегите себя.